Мурманск не отстаёт от общей тенденции больших городов, в которых трансформаторные подстанции давно стали урбанистическими арт-объектами. На улице Загородной молодые художники нанесли свой оригинальный рисунок с элементами античности, который удачно вписался в городское пространство. Создать граффити не так просто, как кажется. Художник должен уметь не только рисовать, но и обладать определённой физической подготовкой. Ведь зачастую в роли полотен выступают стены или, как в этом случае, трансформаторная подстанция. Для ребят из Дома молодёжи это шестой объект. Всего за лето планируется украсить более 12 технических построек. Хотелось просто-напросто обратить внимание наших земляков на то, какое количество талантливой молодёжи в городе Мурманске живёт. И насколько действительно у них интересный взгляд на жизнь, на восприятие мира. А это всё находит отражение в их картинах. Кроме подстанции, молодёжь Мурманска до наступления холодов превратит в арт-объект строительное ограждение вокруг бывшего кинотеатра «Родина». Для этих целей организовали конкурс современного изобразительного искусства «Городские истории» и выбрали две композиции, которые и нанесут на забор. Также новый рисунок появится на подпорной стене, располагающейся на улице Карла Маркса. Особая благодарность ребятам, которые сегодня так увлечены вот этой вот интересной темой. И действительно у них свои имеются работы, свои планы, которые они воплощают. И мы с вами все вместе, горожане, радуемся вот этому замечательному событию. Стрит-арт в духе изысканной античности наверняка придётся по душе жителям и гостям города. А молодые художники в очередной раз показали, что с помощью кисти и красок можно за несколько дней превратить неприметный технический объект в предмет искусства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!